В современных реалиях звездные разводы уже обычное дело. Мужчины уходят от жен, невзирая на общих детей. Сегодня мы расскажем вам о знаменитых матерях-одиночках. Режиссер Валерия Гай Германика в одиночку воспитывает двух дочерей. Октавия родилась в браке с Глебом Самойловым, а отцом Северины является Вадим Любушин. Оба брака распались, поэтому детей Валерия растит без чьей-либо помощи. От второго брака у Ринаты Литвиновой осталась дочь Ульяна. Сейчас ребенок звезды путешествует по Европе. Известно, что артистка сделала все, чтобы у ее дочери были и лучшее образование, и счастливое детство. Екатерину Волкову не сломил ни один из ее разводов. Актриса была замужем три раза официально и один раз в гражданском браке. После этих неудачных союзов у Екатерины остались дети, которых она воспитывает в одиночку. В 19 лет Юлия Волкова родила дочь Викторию, а спустя несколько лет на свет появился сын Самир. Отношения с отцами детей певица не поддерживает, воспитывая их самостоятельно. Отец сына Маши Малиновской не участвует в его воспитании. Это нисколько не смущает Малиновскую, которая привыкла справляться с трудностями без чьей-либо помощи. Алена Шишкова и рэпер Тимати расстались через несколько месяцев после рождения дочки Алисы. Алиса осталась жить с мамой, но Тимати, в отличие от большинства, не отказался от ребенка и активно участвует в воспитании. Алика Смехова родила второго сына Макара уже без мужа. Известно, что бывший супруг актрисы за две недели до развода потребовал подписать бумагу, подтверждающую, что Смехова не имеет к нему материальных претензий. Именно поэтому Алика содержит себя и детей самостоятельно. Ирина Салтыкова тоже не опустила руки после развода. Чтобы обеспечить себя и дочку Алису, певица, расставшись с мужем, переехала с ребенком к маме, а свою квартиру сдала. Известно, что с 2018 года Алиса помогает маме в творчестве. После развода Ольги Будиной и бизнесмена Александра Наумова сын Наум остался с мамой. Сегодня он главный мужчина в жизни артистки. Журналистка Светлана Сорокина в 2003 году удочерила девочку и назвала ее Антониной. Известно, что незадолго до этого Светлана развелась со вторым мужем. Сорокина не раз говорила, что осознанно стала матерью-одиночкой и нисколько не жалеет о своем решении. А вы смогли бы воспитать ребенка самостоятельно? Или, быть может, уже это делаете? Делитесь своими историями в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.